Всем привет, меня зовут Натали Мак, я художник. Сегодня я покажу, как можно рисовать на планшете акварелью, маслом и такими прочими стандартными традиционными материалами. Я использую приложение Artset. Так, у меня приложение, я его уже купила, и у меня тут есть все функции, которые есть в платной версии. Рисую я на айпаде. Вот эти все штучки можно выставить самому и палитру, то есть тут можно нажать и будет целый список того, что можно выбрать. Там акварель, масло, карандаши, все что душе угодно. И вот если нажать, то есть ты ее выберешь и есть дальше, вот если пролистать, будет акварель и всякие разные мазки для нее. Также для масла есть еще ink, это чернила, жидкие чернила тут, каллиграфия, скетч, лайт, цветом рисовать. Так, это у меня акварель. Ну вот, кстати, акварель, да, можно посмотреть, как будет выглядеть. В пробной версии, кстати, тоже можно это все посмотреть, в принципе. Есть плюсик, если нажать на плюсик, можно выбрать всякие штучки, которые тут есть. Так, вот есть слои, в бесплатной версии, по-моему, слоев нету. Ну, в принципе, когда традиционно рисуешь, таком мне слои, в принципе, особо не нужны. Так, пипетка, ну это выбирать цвет, заливка, вот slow draw, очень прикольная штука такая есть, для каллиграфии подойдет. Если выбрать маркер, слоу-дро, то есть можно очень контролировать там, как ты пишешь. Из меня каллиграф не очень хороший, поэтому все хочу научиться называется. Вот, то есть очень контролировать это вот, позволяет в Procreate. Такой функции нет, здесь это прикольно. Маску можно наложить, но это уже маски для продвинутых пользователей. Я, честно говоря, часто путаюсь, что там маска, как это все делать. Procreate я больше разобралась, тут я этим не пользуюсь. Darklight, честно говоря, тоже. А, это тему, вот видите, я тему поменяла. Кстати, прикольно, темная тоже. Так, move это двигать, весь ваш слой, вот то, что по слоям у вас есть слой, вы можете его там подвигать, просто взять там и отразить еще тут можно. Так, ну вырезать понятно. Dry, смотрите, такая штука есть, например, акварелью вы рисуете. Вот я там нарисовала. Что прикольно, сюда можно вот цвет вмешать, как в традиционной акварелью. Видите, он внутрь, то есть он не просто вот как вот обычный, а он смешивается. Видите, там по краям, вот прям как будто краска растеклась, то есть это очень круто. Такой эффект. Вот, видите, краска прям расходится. Классно. Ну, конечно, не супер имитирует, когда вы на бумаге там рисуете, это, конечно, ну, акварель себя так не ведет. Кто много рисует, тот знает. Вот, но все равно эффект очень прикольный, тем более на такой электронном уровне вообще очень, мне кажется, классно получается. Вот цвет такой не очень удачно, конечно, взяла. Вот, можно выбрать цвет, нажав сюда. Вот, можно еще летовенький взять, то с губного, наверное, неплохо будет вот. То есть так лучше. И залили, да. Вот уже прикольно, уже какие-то штуки, эффекты можно тут делать. Вот, интересненько. Так, еще что здесь есть? Ну, стиражка классическая. Видите, акварельная стиражка. Она, типа, тут что-то как акварелью стирает. Вот, то есть если, наверное, выбрать карандашную стиражку, то она сотрет получше. Вот, то есть я выбираю сразу тут вот внизу появляются эти значочки. Так, дальше альфа-лок, но это блок по альфа-каналу, но это типа, вот вы нарисовали что-то. Так, сейчас она, типа, активно. Снимем, да, там что-нибудь. Вот масляную пастель тут возьмем, да, нарисуем. Такой пожирнее. Конечно, зря я взяла темный цвет. Вот, потом ставим блок по альфа-каналу, и вот у нас получается рисовать, получается, только в этом промежутке, который у нас уже нарисован. Ну, как, в принципе, кто пользуется, в проклее то же самое. Вот, то есть, видите, я здесь рисую, у меня уже ничего нет, а также блок по альфа-каналу, это по слою. Вот по слою он не рисует такую штуку. Так, еще плюсик. Клея это я вот взяла, все очистила. Значит, выбираем линию. Вот она рисует линию. Выбираем такую спиральку, и вот она рисует нам спиралькой. Очень прикольная штука. Какие-то геометрические фоны рисовать. Так. Дальше выберем. Ну, вот давай с Коя. Квадратик. Квадратики такие рисуют. Так. Ректангл. Это прямоугольник у нас. Ну, понятно. Как бы. Вот уже пару линий, уже что-то прикольное, можно сказать, получилось, да. Забавно. Так. Симметрия. Ну, допустим, я выберу линию, да. Уберу этот. Сделаю симметрию. То есть, вот я рисую. Оно симметрично от центра рисует мне такую штуку. То есть, и тут я выбрала линию. Наверное, если я не выберу линию. Вот. То есть, я могу какие-то такие. Как почему-то слово тестерошерка выходит. Мало похоже, но вот что-то такое можно будет делать. Какие-то узоры рисовать. Я не увлекаюсь, но можно. Так. Блюр. Вот тут интересно, да, можно его контролировать. Так. Ну, контраст, huecentration. Ну, это такие стандартные все штуки. Вот. Вот это я не знаю, что это такое. А, вот черно-белый, наверное, да. Перекрас идет в черно-белый. Интересно. Можно по тону посмотреть, да. Художники, да, там нарисовали что-нибудь. Вышли там по тону, посмотрели. Recolor. То есть, цвет поменять. Нормально. Кисточка какая-то есть. Не знаю, что она делает. Так. Invert. То есть, это инвертирование цветов. Так. Вот можно вот такие штучки вынести. Как, значит, их выносить? Вот у меня Brush Size, да. Например, у меня уже есть вот он. Так. Brush opacity. Прозрачность. Тоже очень удобная штука. Вот. Я нажала, она у меня сюда вынеслась. Подержать надо, да. Вот. Навела, и она у меня сюда встала. То есть, по сути, это вот все вот эти вот штучки. Их можно вот наверх запихнуть. Сбоку. Снизу. Ну, снизу очень много у него же всего. Ну, вот я палитру сюда поставила. Вот. Прозрачность, размер кисти здесь сделала. Какие-то убрать вот эти элементы отсюда можно. Вот вы их нажмите, подержите и просто на рабочую поверхность киньте. Они удаляются вот так вот. То есть, все можно так поудалять. С этими элементами то же самое. Вот. Или вот, например, эти элементы, которые с красками, которые вам нужны. Там что-то выбрали. Допустим, вам маркеры, да, надо поставить. Вы берете, задерживаете и сюда ставите. И вот у вас здесь маркер. Или то же самое наверх. Там. Ойл. Не ставится. Ну, короче. Вообще-то как-то сюда что-то ставится вроде. У меня не получается, не знаю. В общем, вниз. Так. Здесь все можно выбрать. То есть, вот такая палитра. И вот тут можно выбрать мазок, да. Отредактировать мазок. Размер. Прозрачность. Флоу. Это, видимо, насколько больше в центре будет плотность. Насколько меньше к периферии. Да, тоже интересно. Грейн. Ну, это понятно. Это зернистость. Плот. А, насколько она тоже распышается по краям. Ну, я люблю фактурные кисти. Поэтому. Автоколор. Какой-то. Не знаю, что это такое. Просто давление, спид, скорость. А, tilt. Я тоже не знаю, что это. В общем, можно тут пофиксить какие-то размерчики. Поиграть с кистью. В проклее тоже такая штука есть. Но я тоже не особо умею ей пользоваться. Поэтому так. Дальше, что у нас есть. Color. Coloradjuster. Блин, да хрен знает, что это. Я не знаю, что это за фигня. Это, видимо, можно цвет менять, что ли. Да. То есть, в какой-то есть у вас гамма. И вы по ней можете есть. Вот, кстати, классно, да. Такие противоположные цвета у тебя сразу есть. Очень прикольная штука. Это у нас Oil Paint Flat. Такая кисточка интересная, да. Вот, видите, она у меня уже с масляной пастелью. Видите, она смешивается. Ну, прикольно же. Видите, она уже все перестала рисовать. Оп-оп-оп. И она замедляет свое рисование. Так. Brightness. Brightness чуть не тыкается. Ок. В общем, в чем неудобство этой программы, я вот иногда не знаю, как вот эту штуку удалить отсюда. Такое. Не очень. В общем, здесь вы набираете на плюсик. Здесь еще можно выбрать бумагу. То есть, тут разная бумага. Там холст. И все такое. И цветная тоже есть. Какая-то дизайнерская тоже есть. Калька, ДВП. Все, что хотите, короче. Очень много. Большой выбор. Прикольно. Так. Даже transparent есть. Значит, сегодня я хочу нарисовать медузу. Давайте, да, попробуем что-то делать. Ну, выберем какую-нибудь такую обычную бумагу. Типа акварельная. Вот здесь еще такая. Но не буду я. Сделаю вот такую почище. Медузу. Тут, кстати, вот еще есть, да. То есть, вот эту стрелочку отменить можно сделать. И вот сюда если нажать. То есть, вы перебрасываетесь в меню. Тут вот мои работы. Которые можно сделать. Вот я тут рисовала. Типа маслом. Такая работа у меня фактурная. Она достаточно получается. Видите, тут прям такие фактурные облачка. Такое все. Так. И вот море, да. Я рисовала что-то типа такую акварельную тему. Можно такие светящиеся штучки даже ставить. Так. Ну, давайте что-нибудь тоже нарисуем. Я медузу решила медузу рисовать. Я сначала карандашиком что-нибудь набросаю, да. Такого цвета какого-нибудь нейтрального. Голубого, да. Ну, я могу нарисовать это на одном слое, да. А потом сделать на другом. Так. Ну, в принципе, я закончила. Теперь набросок. Теперь можно новый слой сделать. Еще какая-то штучка есть. А, вот управление слоями здесь есть тоже. Кто умеет пользоваться, тому хорошо. Так. Так же копировать. Фотографию можно вставить, да. Такое все. Прозрачный слой поменять. Местами поменять можно. И теперь я сделаю какую-то ее. Голубоватую акварель возьму. Как акварель какой-то порисовать, да. Так. Палитру. Палитру вот еще можно. То есть колесо стандартное. Есть у палитры. Есть просто library. Вот даже такие skin tone. Палитры уже составленные есть. Металлик можно взять. И callous. Прям как будто у вас там куча акварели. Представьте, что у вас куча акварели. А, знаете, наверное, надо сейчас голубой сделать. Тут цвет. Типа залить. Вот так, да. Здесь уже вот делать эффект. Белый. Потому что, наверное, долго возить нельзя. Ты что-то там повозил. Чуть-чуть, да. Так, вот теперь. Вот. Вот она ту идею, короче, не повозилась. Получается вот так. Короче, такие вот эффекты. Спецэффекты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То одним рисует, то другим цветом Так, тут я точечки поставлю Есть тут такая штука с точечками А вот еще, смотрите, какая есть Так Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такая медуза красивенькая у меня получилась Здесь можно было посмотреть разные техники, поучиться что-то Надеюсь, вам было все это полезно, интересно Также тут можно посмотреть видео, вот я выбираю, да, и как я там рисовала, там таймлапс мой можно будет выгрузить там в соцсети, куда хочется Вот, если вам понравилось, если вам понравилось, ставьте лайк, пишите в комментариях, понравился вам урок или нет, или может какие-нибудь еще интересные программы мне посоветуйте Все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok